Как сказано в 1-м послании Иоанна 2-й главе, «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как он поступал». Это 6-й стих. Силой, Словой и помощью Духа Святого, а также исправлением Господа. Каждый из нас, кто желает созидать своего духовного человека, то есть жить так, как жил Христос, будут преобразовываться в Его образ. Во время пандемии COVID-19 Господь Иисус обратился ко мне через слова Исаии. Это 26-я глава, 20-й стих. Мы должны скрыться на некоторое время, пока Божий гнев не пройдет. Бог наказывает жителей из земли за их ошибки. Когда Бог скрывает нас или говорит нам скрыться, мы сразу же вспоминаем других персонажей Библии. Что происходило перед тем, как Бог начинал использовать их в силе? Происходили невероятные события. Таким образом, через пандемию COVID-19 Бог дал нам временное исследование и развитие нашего духовного человека. Сейчас появляются новые варианты коронавируса, которые распространяются намного быстрее. Бог дает нам предупреждение в притчах 22-й главе, а также 27-й главе. Там сказано, благоразумные видят беду и укрываются. Они опытные идут вперед и наказываются. Это предупреждение записано дважды в книге притчи, а это означает, что мы должны обратить внимание и прислушаться. Не относитесь к этому поверхностно и не игнорируйте предупреждения. Будьте мудрым человеком, который прячется на время, пока не пройдет Божий гнев. Ведь Бог наказывает жителей земли за их ошибки. Будучи мудрыми людьми, мы прячемся, когда видим потрясение не потому, что у нас нет веры, но потому, что так говорит Божье Слово. Не путайте, пожалуйста, веру с безрассудством. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. А безрассудство приходит исключительно от вашей совести. Не путайте веру и безрассудство. А безрассудство приходит от вашей совести. А безрассудство приходит от вашей совести. А безрассудство приходит от вашей совести. «Аку перчаян, керманан судах калчами, «Аку перчаян». Господь так же дал второе – водительство в этот год целостности. И оно состоит в том, чтобы мы отдавали ему лучшее. Римлянам 12 глава 1 стих говорит «И так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Возникает вопрос, почему у нас просят отдать лучшее Богу, предоставив наши тела в жертву живую, которая свята и угодна Ему. Ответ кроется в милости Божией к нам. Отец отдал своего единородного Сына, чтобы искупить наши грехи, отправив Господа Иисуса на смерть и страдания ради нас. Он был погребен, но Он воскрес из мертвых на третий день. Это лучший дар Бога человечеству. И как Господь дал нам лучшее, так и мы должны отдать лучшее Ему, даже несмотря на то, что мы не можем отплатить за то, что Он дал нам. Наше приношение Господу может быть в форме благодарения, хвалы и поклонения, повиновения Его Слову, служения делами Господу, приношением материальных пожертвований. Материальные приношения могут быть в форме особых пожертвований, десятин и приношений за первые плоды. Они являются доказательством нашего повиновения Слову Божьему через ту церковь, в которой Он посадил нас. Первый пункт. Те, у кого близкие отношения с Господом, будут иметь высокий стандарт даяний. Они всегда будут пытаться дать Господу лучшее. Например, у Марии были близкие отношения с Господом Иисусом. Она помазала ноги Господа Иисуса очень дорогими духами и вытерла Его ноги своими волосами. Цена чистого нарда составляла 300 динариев, что было равноценно годовой зарплате рабочего. Это было очень большое пожертвование. Это было лучшее приношение. Второй пункт. Тот, у кого нет близких отношений с Богом, может понимать приношение лишь в форме записанного закона. В то время, как одни верно и прилежно дают десятины и пожертвования, другие все еще пытаются разобраться, являются ли десятины и пожертвования библейскими или нет. Далее, третий пункт. Тот, кто любит деньги и ворует Божьи деньги, как это делал Иуда Искариот, будут критиковать таких людей, как Мария, которые приносят свои лучшие приношения Господу. «О, это очень дорогое масло Нарда». Точно так же тот, кто относится к таким людям, будет называть всех пастырей, которые учат о приношениях, пастырями, которые хотят заработать на своем собрании. Из-за этого многие пастыри боятся учить свои собрания истине о том, что нужно приносить лучшие приношения нашему Господу. В итоге пастыри и их собрания не получают лучших благословений, которые Бог дает им. Ну и последний вывод. Лучшие приношения Богу дают лишь люди, у которых есть близкие отношения с Господом. Я молюсь о том, чтобы вы были одним из тех, у кого есть близкие отношения с Господом, чтобы вы приняли лучшие благословения от Него в 2021 году. Давайте скажем «Аминь» на это. Господь говорил нам последние 10 лет о приношении за первые плоды из книги-притчей 3 главы. В 9 стихе записано «Чти Господа от имения Твоего и от начатка всех прибытков Твоих, и наполнятся житницы Твои до избытка и точилы Твои, будут переливаться новым вином». Приношение за первые плоды в 2021 году. Это вся прибыль, которую мы заработали в январе 2021 года. Мы отдаем ее в феврале 2021 года в качестве нашего лучшего приношения. Когда мы говорим о приношении от всей нашей прибыли, то стоит вспомнить, что Господь Иисус как-то отметил приношение бедной вдовы. Это место находится в Евангелии от Марка, 12 глава, с 41 по 44 стих. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Здесь Господь Иисус не смотрит на сумму пожертвования, а на процент с прибыли, который дается в качестве пожертвования. Хоть пожертвование бедной вдовы было относительно маленьким, в сравнении с пожертвованиями богачей, Господь Иисус сказал, что бедная вдова дала больше, чем все богачи, потому что она отдала все свое пропитание, абсолютно все, что у нее было, и это стало лучшим из пожертвований. Многие богатые клали от избытка, а эта женщина положила все, что она имела на тот момент. Субтитры создавал DimaTorzok «Будучи целостными людьми, мы должны жить так, как жил Христос. Если Господь Иисус дал нам лучшее, то и мы должны дать Ему лучшее». Первое послание Иоанна, 3 глава, 16 стих, говорит, «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Своей за братьев». Откровение, 12 глава, 11 стих, говорит, «Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего, и не возлюбили души Своей даже до смерти». Согласно откровению, мы побеждаем дьявола кровью Агнца и словом нашего свидетельства, потому что мы не любим своей жизни вплоть до смерти. Это означает, что каждый из нас, кто был освобожден от грехов, спасен кровью Агнца, должен быть по-настоящему верен Господу и Иисусу Христу, проявляя готовность самоотверженно служить Христу, а это означает, что мы верны Ему до самой смерти. Быть верным до смерти также означает отдавать все свое тело и свою жизнь Богу. Как говорится в послании к римлянам, 12 главе, 1 стихе, среди пандемии COVID-19, которая становится лишь хуже в наши дни, мы также должны выполнять следующие 6 пунктов. во-первых, ограничить свою мобильность, во-вторых, держаться подальше от толпы, в-третьих, мыть свои руки с мылом, в-четвертых, носить маску, в-пятых, держать дистанцию, и в-шестых, приготовиться к вакцинации. Итак, в эру третьей пятидесятницы мы оказались в великой духовной битве с дьяволом, который выступает против исполнения великого поручения. Господь желает, чтобы мы стали победителями. Откровение, 17 глава, 14 стих говорит нам вот что. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь, господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним суть званые и избранные и верные. Быть верным значит, что вы верны до самой смерти. Как Господь Иисус отдал свою жизнь за нас, так и мы должны служить Ему, чтобы приобретать души и быть верными до смерти. я верю, что, будучи людьми целостности, мы будем угождать Господу и говорить, Господь Иисус, Твое Слово да и аминь. Я готов исполнять Его, поэтому давайте сейчас скажем это вместе. Я готов исполнять Слово Иисус Давайте помолимся и поднимем наши руки. Мы говорим на языках, мы наполнены Духом Святым, чтобы говорить на иных языках. Вы также можете сказать Аллилуйя! Господь, мы слышим Твое водительство сегодня. Мы будем исполнять это, Господь. Мы хотим быть людьми целостности. Господь, мы хотим угождать Твоему сердцу. Господи, Ты видишь своих детей. Отче, Твой слуга молится о том, чтобы Твои дети были людьми целостности. Отче, среди пандемии, которая лишь ухудшается, Ты остаешься с нами. Твой слуга молится о том, чтобы никто не болел. Господь, пусть никто не испытывает нужду. Пусть будет избыток во всем хорошем. Примите благословение нашего Господа. Принимайте Его исцеление. Принимайте. О, Иисус наш, мы благословляем Твое святое имя. Благодарим Тебя. Во имя Твое. Аминь. Аллилуйя, Благодарим. Аллилуйя.